Жизнь в историях Иоанна Хмелевская Подозреваются все Читает Нона Трояновская Действующие лица многоотраслевой архитектурно-проектной мастерской Первое. Отдел архитекторов Зенон. Завотделом и одновременно заведующий мастерской Холостяк приятной наружности с очень сложным характером Казимеш. Лавелас, хотя и отец семейства Гений по части преодоления превратностей судьбы Алиция. Воплощенная рассеянность Женщина самостоятельная, преисполненная чувством юмора и неприязнью к Заву Ришард. Отец-одиночка с маленькой дочерью Охваченный манией выезда на Ближний Восток Януш. Холостяк в заключительной стадии Волокита, обещающая остепениться после женитьбы Янок. Самый младший в отделе Очень приятный молодой человек Недавно женатый, воды не замутит, бездетный Лешек. Меланхолик, творческая личность Не понятый ни женой, ни коллегами по работе Марек. Очень красивый мужчина, в мастерской работает на полставки, но появляется всегда в самый нужный момент Витальд. Нетипичное явление, совершенно нормальный человек Я. Авторша представления, жертва собственного буйного воображения Второе. Отдел конструкторов Каспер. Человек, терзаемый противоречивыми чувствами, с внешностью Дон Кихота и страстной душой Анка. Представительница современной положительной молодежи, недавно вышедшая замуж, но не за того, за кого хотелось бы Третье. Отдел инженеров-сантехников Збигнев. Руководитель отдела и одновременно главный инженер мастерской В личном плане, последний представитель рыцарей без страха и упрека, идеал добродетелей, страдающий из-за незаконного чувства Стефан. Скандалист с ангельским характером, раздираемый противоречивыми чувствами Скрывать возраст или радоваться внуку Анжей. Порядочный, добросовестный, работящий молодой человек, приближающийся к идеалу Збигневу Тадеуш Столярок Жертва Четвертое. Отдел электриков Владя. Руководитель отдела, истерическая личность, главный сплетник мастерской Кайтек. Сын Каспера, молодой человек, занимающийся темными делишками, дружок жертвы Пятое. Отдел смет Ярослав. Тип варшавского хулигана с золотым сердцем, тоже занимается темными делишками и тоже приятель жертвы Данка. Разведенная женщина с двумя детьми, замученная жизнью, добрая душа приятельницы Ядвиги Шестое. Администрация Ольгерд. Главный бухгалтер, по-старосветски элегантный пожилой человек, чувствующий себя в самых запутанных финансовых водоворотах, как рыба в воде Ирена. Сестра Ольгерда, секретарь мастерской и одновременно завкадрами Моника. Вдова с двумя детьми, темпераментная и страстная женщина, предмет воздыханий Каспера Едвига. Женщина с нелегкой судьбой, разведенная, любящая мать единственной дочери Веся, пышущая неприязнью ко всем на свете, несчастный человек Пани Глебова, техничка, уборщица, курьер, считающий всех нас наказанием, посланным ей небом Капитан, представитель следственных властей, нормальный человек Прокурор, тоже представитель следственных властей и немного других сил Как я не написала повести Горячее желание написать повесть изводило меня с юных лет Было оно таким давним и застарелым, так глубоко укоренилось во мне, что, вероятнее всего, родилось вместе со мной Никогда я не мечтала ни о карьере кинозвезды, ни о принце из волшебной сказки Нет, такие вещи меня не интересовали Я мечтала лишь об одном — написать повесть Шли годы, но мечта жила, хотя и претерпевала трансформацию В незапамятные времена раннего детства мне представлялось, что это будет потрясающее произведение о любви И, конечно, любви несчастной, ибо в счастливой я ничего интересного не находила Главной героиней шедевра была я сама Молодая девушка поразительной красоты и необыкновенных достоинств, питающая пламенные чувства к герою Образ последнего был весьма расплывчатым Четко проступали лишь горящие черные глазища и усы, тоже черные Первый поцелуй навсегда соединил героев при весьма романтических обстоятельствах Дело было ночью на опушке угрюмого черного леса Бушевала страшная гроза, сверкали молнии, шел град, и враные кони рыли копытами землю Уж не знаю, откуда взялась эта тяга к черному-причерному С течением времени, оставаясь верной стремлению увековечить в своем творчестве сверхъестественные чувства Я несколько изменила реквизиты Страшную ночь с громом и молниями сменил чудесный лунный вечер, погожий и ласковый Я сбрила усы герою, а лошадей вовсе ликвидировала В дальнейшем жизнь вносила коррективы как во внешний, так и во внутренний облик моих героев Сцена первого поцелуя приобретала новые очертания Но почему-то, несмотря на все усилия, мне так и не удалось в своем творчестве сдвинуться с этой сцены Сменить тему заставил меня незначительный на первый взгляд случай Было мне тогда лет двенадцать Однажды поздним вечером мама и ее сестра, моя тетка, и я сидели дома Я читала книгу за столом, освещенным настольной лампой Это был потрясающий детектив под названием «Страшный горбун» По мере чтения кровь стыла у меня в жилах Я сама не заметила, как забралась с ногами на стул И скорчилась в очень неудобной позе, стараясь занимать как можно меньше места И подобрав под себя все конечности, чтобы в них не вцепилось нечто ужасное Должно быть, вся моя фигура выражала панический страх Ибо тетка, случайно взглянув на меня, оставила на произвол судьбы свой пасьянс И больше уже не спускала с меня глаз И вдруг произнесла нормальным, спокойным голосом, каким обычно говорят о погоде Вон он стоит за тобой С душераздирающим криком я слетела со стула И потом целых три дня никакая сила не могла заставить меня войти в темную комнату Немного придя в себя и избавившись от страха перед ужасным горбуном Я осмыслила происшедшее и пришла к выводу, что преступление гораздо увлекательнее любви Пусть даже и сверхъестественной И с этого времени я возмечтала написать детектив Годы шли, летело время, я вышла замуж, завершила образование Но никакие жизненные превратности не могли заставить меня отказаться от намерения написать именно детектив Увы, со временем во мне самой выросла непреодолимая преграда к осуществлению заветного желания Дело в том, что подлая судьба одарила меня чрезмерным воображением Которое очень мешало мне не только в творчестве, но и в жизни В жизни именно оно стало причиной осложнений в отношениях с мужем Как-то в один прекрасный день я решила, что не вредно будет заставить мужа немного поревновать меня Предпринимать какие-либо конкретные шаги для этого у меня не было времени Зато воображение имелось в избытке И оно тут же заработало с такой силой, что не успела я опомниться, как увидела себя рядом с дьявольски красивым блондином Не отрывая от меня восхищенного взора последний из кожи лес, чтобы мне понравиться Понятное дело, все его усилия уже заранее были обречены на неудачу Ведь меня интересовал не роман сам по себе, а лишь его имитация Я всячески демонстрировала интерес к блондину, надеясь, что в конце концов муж встревожится Все это продолжалось довольно долго, блондину надоело Муж вроде бы проникся желаемым чувством И я решила, что настало время для заключительной сцены Упомянутая заключительная сцена, апофеоз всей задуманной мною операции Прорабатывалась в тот момент, когда я гладила детские рубашки Глядя на утюг и гладильную доску, я видела интерьер кафе «Крокодил» Тот его небольшой уютный зал в глубине, куда ведут несколько ступенек Мы с блондином сидим за столиком у стены И я тактично разъясняю ему, что он послужил лишь орудием в борьбе за мое семейное счастье Чувства же к нему я никогда не испытывала, только притворялась влюбленной В заключение я выражала надежду на то, что он меня простит, и мы останемся друзьями